Почти каждый день сотрудники правоохранительных органов сообщают о новых случаях мошенничества. Подобные истории делятся на три категории – развод через торговую площадку, звонок от сотрудника банка или оперативника, а также кража вещей из подъездов и дач. Читая такие новости, люди обычно уверены, что с ними и их близкими такого уж точно не случилось бы. Но если появляются все новые истории, значит, по теории вероятности, это рано или поздно может коснуться каждого. Каждый день мы сталкиваемся с новостями о кражах, мошенничестве и других имущественных преступлениях. Это серьезная проблема, которая затрагивает многих людей, а также организации. Необходимо понимать, что профилактика имущественных преступлений начинается с общественного сознания. Нам нужно четко осознавать, что каждый из нас может стать жертвой кражи или мошенничества. В этой связи мы должны быть более внимательны к сохранности своего имущества, не предоставлять возможности кому-либо стать незаконным владельцем наших вещей. Кроме того, важно соблюдать правила безопасности, не оставляйте ценности на видном месте, закрывайте двери и окна, используйте надежные замки, установите охранную сигнализацию. Несмотря на принимаемые правоохранителями меры, случаи мошенничества становятся все более распространенными. Чтобы предостеречь брещан и напомнить еще раз о необходимости быть бдительными, представители правоохранительных органов организовали брифинг с участием журналистов. Один из первых вопросов, который был поднят, это кражи личных вещей, денежных средств в дачный сезон. На 17 апреля 2023 год в области зарегистрировано 745 краж, из которых подозреваемые лица установлены по 454 фактам. Нельзя не отметить, что 60% краж совершаются из-за беспечности граждан. Охранная сигнализация является наиболее эффективным средством защиты от злоумышленников. Наши граждане здесь проявляют беспечность. Для примера приведу случай, в прошлом году была разоблачена преступная группа воров-серийников, которые совершили у гражданина Бреста кражу крупной суммы валют из дома. Как выяснилось позже, хозяйка дома, выезжая в магазин, просто не поставила на сигнализацию свое жилище. Этим воспользовались преступники. Еще одной обсуждаемой темой стала кража велосипедов. Граждане за своей беспечности не заботятся о сохранности имущества. В подъездах домов находятся непристегнутые велосипеды, коляски. Они не стоят в специально отведенных местах. Потом найти похищенное имущество может быть трудно, потому что злоумышленники сбывают украденное через интернет. Правоохранитель рекомендует их владельцам фотографировать свои велосипеды, переписывать их номера. В случае кражи это упростит поиски. В подъезд любого дома попасть мы можем, да, абсолютно легко. Скажем так, ежеквартально мы организовываем мероприятия по обследованию жилищного фонда на предмет свободного доступа в эти подъезды, подвалы, то есть места, где могут эти храниться. И постоянно мы выявляем множество таких подъездов, где, заходя с левой стороны, под лечным маршем находится значительное количество велосипедов, даже не пристегнутых. То есть зайти, взять велосипед и выйти не представляет никакой трудности. Это что, о чем говорит? О том, что владельцы этих велосипедов не принимают абсолютно никакие меры для того, чтобы хоть как-то обезопасить свое имущество от преступников выстегать. Третьей темой, которая на слуху у каждого, стало обсуждение краш в интернете. Понятно, что с развитием информационных технологий наша жизнь с ними становится более комфортной и качественной. Но, как и у любой медали, у этой тоже есть обратная сторона. Это фейки, с которыми не перестают бороться. И прямые финансовые потери людей, которые возможны при неосторожном поведении в сети. Необходимо убедиться в том, что человек, с которым вы общаетесь, это реально существующий, а не подложный аккаунт в Инстаграме или еще что-то. Самое простое, это позвонить ему на обычный мобильный телефон. Они никогда не общаются по обычному мобильному телефону. Только мессенджер. Спят дети, не могу поднять. Вышло еще что-нибудь. Не работает динамик. Ну, разное бывает. Но с целью уберечь себя, чтобы не стать жертвой такого мошенничества, проще всего получать товары, оплачивать товары при получении их в пунктах доставки. Тогда, по крайней мере, они отслеживаются. Есть лица, кто их принес. Ну, проще найти. Завершающим акцентом брифинга стало напоминание правоохранителям о приближении летнего периода. Ведь именно летом обостряется проблема краж в местах массового отдыха людей. Чаще всего злоумышленники похищают мобильные телефоны и кошельки, которые владельцы оставляют без присмотра. Поэтому сотрудники милиции призывают отдыхающих к бдительности. Продолжение следует...